больной не может быть счастливым но только если болезнь не психическая а когда псих больной дерется в клетке тогда счастливы все приветствую вас тазманские березы с вами федорович по вашим просьбам сейчас мы посмотрим на вторую часть приключений отмороженно обезбашенного джеймса томсона в мм когда вливаешь в себя виски коньяк водку а твоя дама все равно никак не хорошеет стоит задуматься а вот бойцам хорошеть не нужно поэтому они в себя и вливают и закидывают все что видят для того чтобы обладать красивой фигурой 23 октября 2005 года джеймсу довелось сойтись в ринге как раз таки с одним из таких обладателей 160 килограммовой фигуры александром лунгу вот тут то зрители надеялись увидеть битву гориллы против кашалота мега мышц против мега сала чтобы наконец-то узнать для себя может ли стальной накачанный кулак пробить три слоя сала бетона колосс как обычно использовал свою любимую и единственную тактику сокращал дистанцию и шел в рубку но колобкообразный лунгу не зря усердно тренировался за столом поэтому благодаря массе имел нехилую плюху с которой джеймс пару раз познакомился и был совершенно не рад но акцент томсона на коленях и постоянном прессинге дал свои результаты лунгу банально сдох и просто не мог больше не двигаться не защищаться что заставило рефери остановить бой джеймс я Беда соседа — это лишь половина радости. А вот когда твой сосед по рингу первобытный неандерталец, радости совсем нет. Организаторы Pride решили сделать зрителям новогодний подарок и устроили 31 декабря 2005 года мегабой между двумя монстрами Пауло да Сильвай по прозвищу Гигант и Джеймсом Томпсоном по прозвищу Колосс. В общем, все ждали этот бой, как люди в зоопарке ждут, когда тигр набросится на сторожа, который его кормит, и дождались. Отмороженный Колосс бросался на Гиганта, как бешеный Бобик на проезжающий КамАЗ. Но в отличие от второго, Джеймсу удалось его уронить и запинать ногами, как гопник в подворотне без лампочек, потратив на это дело всего полторы минуты. Пятое мая 2006 года. В ринге перед Томпсоном стоял очень грозный и страшный противник по имени Кадзуюки Фудзита по прозвищу Железная Башка. Для широкой публики он был известен тем, что впервые отправил Федора Емельяненко в нокдаун. Но кроме этого он побеждал таких бойцов, как Кен Шемрак, Килберт Ивелл и других такого же уровня. Если не получаешь то, чего хочешь, приспосабливайся к тому, что имеешь. Как бойцы. Им всегда приходится приспосабливаться к противнику, который сегодня против них. Но из двух это удается только одному. Томпсон отлично приспособился к постоянным проходам в ноги японца и не давал перевести себя в партер, при этом отвечая неплохими ударами, которые оставляли вмятины в железной башке. Затем колосс даже начал клинчевать и пробивать свои любимые колени, которые жестко прилетали не только по корпусу, но и в голову, давая возможность японцу в очередной раз подтвердить свое прозвище «железного чердака». А затем произошло невероятное. Японский дзюдоист на восьмой минуте первого раунда бросился на Томпсона и начал рубиться, устроив настоящую бомбардировку, которая закончилась нокаутом «Колосса». Снова новогодняя ночь, только уже 2006 года. Снова японский дзюдоист, только на этот раз Хиде Хико Йосида, который побеждал таких монстров, как Марк Ханг, Танк Эббот и Дон Фрай. И снова «Колосс» демонстрирует, что для него нет авторитетов, а слова «План на бой» для шахматистов, ведь отморозки должны бежать вперед и бить все, что шевелится. Иногда бывает, что жизнь фонтанирует так, как будто прорвало канализацию, а у бойцов в ринге такое бывает частенько, особенно когда мастеровитый дзюдик переводит тебя в партер и пытается поломать все, до чего дотянется, как какой-то удав, окутавший безрогого оленя. Но Томпсон точно не олень, скорее баран, который готов принять на свою дубовую башку любой удар, ведь слово «защита» ему неведомо. Но для зрителей это только плюс, ведь они были в восторге, когда эти два дровосека начали рубиться, а сопли, как щепки, летели во все стороны. Отсутствие чувства самосохранения – очень полезная штука для бойца, и колосс это доказал, не пожелав сдаваться в парочке опаснейших моментов, когда японец выломал ему суставы. Томпсон за свое упрямство. После отличной атаки и прессинга ему удалось дослать в голову Юсиды парочку жесточайших коленей, после чего добить в партере, одержав таким образом тяжелую, но заслуженную победу. Долги берут посмеиваясь, а отдают с плачем, как и удары в бою. Раздают с радостью, а получаются слезами, особенно когда рука весит больше, чем ляжка слона. 10 февраля 2007 года против накачанного 120-килограммового Томпсона в клетку зашел откормленный 160-килограммовый Эрик Эш, который после триумфа в боксе решил испытать свои силы в ММА. Все фаны с нетерпением ждали начала этого боя, ведь манера Джеймса одинакова и даже еноту было понятно, что он бросится на колобкообразного Терминатора с первых секунд боя. Но вся трагедия заключалась в том, что Баттербин славный боксер, который обладает отличным ударом, поэтому обмен Годзиллы и Винни-Пуха может быть очень непредсказуемым. Каким он в общем-то и был. Коряга Атерика с последующим добиванием поставили точку в этом триллере. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, будете использовать тактику Томпсона в бою с Чебуреком или и так одни победы. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры подогнал «Симон»!